Сегодня у нас великий день. Единственный замок, который мы захватили в прошлой серии, подвергся осаде. Ну что ж, господа, ставим ставочку. Мы затащим каточку или не затащим. Короче говоря, у них на 4 дня осталось еды, а у нас всего лишь 13 дней. В принципе, время играет в нашу сторону, если, конечно, они сейчас не пойдут и не закупят еды. Да, вполне вероятно, и такой тоже, можно сказать, исход. Ну что ж, погнали, давайте, ускоряем время, посмотрим, сохранимся, на всякий случай. Всем привет, господа. Ой, у них еще и подкрепление подошло. Подожди, нет, он мимо проходит, хорошечно. Так, 3 дня, ребята, я без каких-либо пауз, вот, пожалуйста, настройки шмастройки, я нау-ман-ауту дал-су дал. Так, они грабят, что-то сученыш, наши деревни он еще грабит. Оп, оп, хорошечно, да-да-да-да, ломай, ломай, ломай. Прекрасно, прекрасно, отлично. У нас, кстати, еще и инженерия вкачивается, ну-ка, давайте посмотрим сейчас. Инженер-11, надо будет потом, чуть позже, инженерию втащить. Давай, брателло, хорош. Ломайте, ломайте, ломайте. У нас тут такая фаза пошла, смотри, 3 дня так и осталось, да? Ну, у нас, правда, мораль гарнизона 54, а наша мораль 84. Хорош, баллисты больше не предоставляют, не представляют опасности. Хорошо, спасибо. Так, и что, на удивление, у нас еще и доход какой-то приходит, да? Ну, это с наших мастерских. Так, превосходно. Так, ну что ж, 3, а, 2 дня, 2 дня, ребят, смотри, у них еды на 2 дня. Скорее всего, сейчас они будут идти на штурм. Средняя мораль отряда 89. Еда закончится, мораль будет падать. И потом пойдет дезертирство. Так. Они хотят нас измором взять. Угу. Нападавшие оставили осаду. Да, вернутся в замок. Да, нападавшие оставили осаду. По всей видимости, да, у них еда закончилась, и они пошли за едой, скорее всего. Ну, как-то так не обдуманно. Конечно говоря, блин, грабят нашу деревню, суки, не дети. Ладно, ждем. Ждем, пока они не уйдут. Пойдемте шатать того, кто грабит нашу деревню. Возможно, это, ну, как вам сказать, такая вот у них ходовочка. Так. Этих заберем, этих заберем. Заберем. Нам надо сейчас срочно вшатывать чуваков. Так, ты, сукинг сын, грабишь мою деревню. А я тебе сейчас шатать буду. Да. Отлично. Помочь. Помочь. Это сукина дитя. Грабил мою деревню. Вы представьте, вы, это просто гребанная жесть. Так, ну что ж. Бойцы, давайте пошли сюда. Блин, у нас тут не в нашу пользу. У нас очень мало лучников. Очень мало лучников. Кавалерия, давай сюда. А вы идите, идите, конный лучник, идите, шатайте. Рош, рош. Прекрасно. Так, кавалерия. Давайте за мной. Мы здесь, правда, ничего не сделаем. Солдат, суды. Так, кто там, с кем там, кто там? Я не понял, ничего. Так, солдат, суды. Вставайте, встаем, встаем. Хорош, хорош. 33 лучника, я его рот с них просто. Минус один. Минус два. Римас, читер. Все в атаку. Все в атаку. Хорош. Прекрасно. Отлично, отлично. Давай, все в атаку, все в атаку, все в атаку. Отлично. Просто невероятно. На сука. Ох, пролетела маслина. Как мы их разбили, ребята, как мы их разбили. Семь потерь всего лишь. Отлично, 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 отлично. Вшатываем, вшатываем, вшатываем. Блин. Попаду в своих, не попаду? Не, не, ни в кого не попал. Мне кажется, у нас слишком... Громко. 265 поставим, громкость уа. Так. Отбили мы деревню. Враги бегут. Ждем, пока всех не добьем. А как они быстро бегут-то, вы посмотрите, а? Как они быстро бегут. Просто горьёбанная жесть. Нам надо топор двуручный взять. Я топором прям шатал, да, в прошлой серии. Ребята, это просто нереальная жесть. Так, всё, да? Известность 10. Мы убили эту красотку. Мы Андру... Андру-то убили. Кстати, надо будет запись пересмотреть. Пересмотрите, ребятка, где вот по логам... Где она убита и кем она была убита. Это очень интересно. Она была убита. Просто невероятно. Так, нам понадобятся все эти пацаны. Нам надо будет потом вернуться обратно в... Так, лучников не хватает, да? Лучники, лучники, лучники. Арбалетчики. О, ёптой. Куда я его? Что-то он так быстро... И ушло. Так, дальше. А, здесь у ботаницов нет таких. У них лучники есть как... Отдельные войска. Элитные войска. Так, конница есть у нас, по идее. Давай вот этих тогда сделаем. Хорошо. Хорошо. Имперский новобранец. Сейчас всех... Всех в темницу. Всех в темницу. Отлично. Деревню мы затащили. Берем имперцев. Сейчас нам любые войска нужны. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное успеть. Главное успеть. Так, они пошли еду забрали, да? Посетить темницу. Всех в темницу. А эту красотку мы убили. Блин, а как бы этот... Амперский... Давайте вот пока... Пока вот таких пленных возьмем. У меня просто навык... Подожди. Выше четвертого уровня. Ну-ка сейчас посмотрим. У меня навык есть, который выше четвертого уровня. Мы сможем... Это в тактике. Войска в вашем построении получат бонусы во всех автобоях. Не то. Так. Увеличить. Я не помню, где этот навык находился. В харизме точно нет его. Где-то он здесь есть, ребята. Сейчас, подожди. Надо проверить. Вспомни твердея. Честно, я не вспомнил. Я вспомню, как только увижу. Так, где, кстати, Валера? Хе-хе. Бедный Валера. Вот я его подставил. Местонахождение. Этот замок. Валера, твой выход. Давай, создавай бойцов. Так. Ниазен тоже давай. Нам нужны отряды. Так, ты, походу, Ниазен пойдешь сюда, да? Подожди. Давайте я догоню. Отдам хотя бы пару пацанов тебе. Хотя бомжей отдадим ему, да? Ну, надо же как-то этот. Пацанов. Мародеров давайте им отдадим еще. Ой, как урошечный прям. Следопыта тоже. Ну, 16 пацанов, я думаю, нормально. Давай. Только, пожалуйста. Пожалуйста. Не умри, хорошо? Так, эти пока ходят. А, они пошли грабить нашу деревню. Они, походу, да. Они обозлились и пошли грабить нашу деревню. Кстати, когда выйдут всплывающие подсказки вот здесь, чтобы ты понимал, где кто грабит. И все такое. Вот это вот. Они, конечно, очень плохо работают над этим делом. Пойдемте в Ниазена. Так, Валера. Нет, давай, 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 сюда. Давайте я тоже дам пару пацанов. Отлично, отлично, отлично. Чтоб ты не умер. Пожалуйста, держись. Собирай войска. Все, я обратно в замок быстро. Фаэя идет к нам. Так, этих оставляем здесь. Блин, печально, что так все происходит. Очень печально. Ограбили нашу деревню, суки, не дети. Ну, здесь я уже против них ничего не сделаю. Я вам скажу. Валера получил навык одноручного оружия. Так, тактика и медицина. Что, его шатнули, что ли? Так, нас идут опять в осаду брать. Нет, не вшатали, смотрите. Не вшатали. Но еще один отряд создать мы не сможем. Так, Мунсир. Мунсир, оборванец, либо Алькирия, длинный нож. Давайте посмотрим, где они находятся. Мунсир, оборванец. Саргот. Замок. А, вот это, это. Мунсир, оборванец. Ну, давай, создай отряд. Сможешь? Не знаю, не сможешь. Посмотрим. Он с Саргота сейчас пойдет, выйдет. Так, нас взяли в осаду. 780 человек уже. Я их родственник просто. Может быть, все-таки заплатить им денег, а? Чтобы объявить мир и все такое, и тому подобное. Это кто вообще? Западная империя? Да, это Западная империя. 888. 9 дней. У них еды на 9 дней. У нас еды тоже на 9 дней. Ну, такое себе. Все-таки, мне кажется, надо переговорить с ними. Заключить мир. Так, вообще-то, я думаю, вы должны сдаться. Придержить коня, возможно, нам не потребуется сражаться. Я не буду слушать. Давай мир. Что ты хочешь? Так, коней я тебе не отдам, бро. А, ну, как бы так, да? Мы сейчас все деньги отдадим ему. И все. Ну, с другой стороны. Нам нужен этот мир. Ну, и с другой стороны. 888. Это же гребаная жизнь. Так, у нас отряды, что там? 32, 71. Давайте сохраним. Забудьте об этом. Так, у нас строятся тоже эти шняги. Таран они уже построили. Сейчас будет атака. Офигеть. Нет, ребят, нам надо запросить переговоры. А если, допустим, мы заключим мир, что у нас с деньгами останутся? Мы все деньги отдали. Все деньги отдали, ребят. Все. У нас, в принципе, ближайших нет таких. Ну, нам надо, видите, нам надо как бы выкупить чуть-чуть время, чтобы дальше, дальше больше было. Ну, чтобы мы смогли... Блин, у нас теперь коней не хватает. Так, собираем бойцов. У нас теперь коней не хватает. Печально. Коня! Дайте мне коня! Так, влаги эти сейчас, кстати... О, зато в плюс уходим потихонечку. Это радует. Освобожим после того, как его похитили. Так, мунтира оборванца он... И все-таки поймали, да? Так, Олегрия, ты сможешь чем сделать, пожалуйста? Иди сюда. Да и вон, 10 этих... Иди, собирай. Нам нужны отряды, а мы пойдем грабить курованы. Да, отдали все деньги. Ну что ж, пойдем в кузницу. Шотать? Как говорится, шотать будем всех. Фух! Гребаная жесть. Но это лучше, чем потерять замок. Так, вот это все продать, продать. Это на переплавку. Что тут у нас по дереву? О, по дереву очень хорошечно. Дерево все полностью выкупаем. Вино чуть-чуть купим своим пацанам. Мясо. Сыр, шмыр, виноград, шминоград. В общем, как-то так. Так, веточную лошадь берем. Лошадки. Мы многие лошадки отдали, к сожалению. Вы заплатите. Ау, подожди. Пустыну лошадь отдадим. Так, а что у нас там по железу у нас? Железо, железо, кованое железо. О, есть железо. Давайте пока вот это вот отдадим. Вы заплатите тысячу. Что еще бы продать? Чтобы за это не было нам ничего. Так, так. В принципе, я могу своего чистокровного жеребца отдать. Ну, жалко. Жалко, господа, жалко. Короче, так. Мы просто коней прикупили чуть-чуть. Побольше. Ну, что? Продать пленных? Нет, давайте их лучше нанимать. Имперский лучник. Нет, их будем долго нанимать, я вам скажу. Лучше продадим их. Ёпта, я купил этих дебилов. Блин, наемных мечников купил. Идите колотеть. Ладно, в принципе, ничего страшного. Так, кузница, кузница, кузница. Нам нужна кузница, ребята. Так, а, я один. Это будет сложно. Сто тысяч нам надо заработать. Как это делаю я? Я делаю тяжелое лезвие сабли. Для этого нужна 3 отличные стали. Давай сейчас выберем, что мы... Вот это возьмем лучше. Отлично, отлично. Скоро взмаха. Во! Так, 4 отличные стали и 2 стали. Да, надо? Надо запомнить. Блин, когда они сделают возможность, чтобы я смог запоминать. О, вот это получше будет. Так, 2 стали и 4 отличные стали. Фух. Пойдем. Я уже устал. Да. Отдыхаем. Короче, 2 стали и 4 отличные стали. Делаем. И все будет чики-брики. Так, где наши отряды? Они ходят туда-сюда. Вокруг нашего замка, я надеюсь. Где наш замок, кстати. Ептать. Короче, нам надо бабло держать при себе. Если что, так. Выкупать мир. Чтобы дань платить и все такое. Зачем я сюда зашел? Кстати, и наши отряды будут еще улучшать отношения. С, ну, с ближайшими там, как вот там, лордами и не только. Отношения надо улучшать. Казнить всех подряд, ну, такое себе идея. Так, 4 стали есть у нас. Отлично стали. Теперь 2. Нужно еще. Сейчас делаем. Переплавка, кстати, кажется, уже пофиксили. Потому что я смотрел. Вот эти ножики, которые имперские. Кажется, я не помню, я был сонный, но... Ладно, не буду смотреть. Не, не хочу. Они, этот, разрабы, их чуть-чуть понерфили. Ну, в принципе, правильно сделали. Так, а, у нас уголь. Давай уголь на все бабло захерачим. Отдохнем немного. У нас тут турнир проходит. Что, в первый раз в жизни сделаем турнир в этом прохождении? Кстати, нас там не осадили, ептать. Не, вроде нормально. Надо вот так вот поставить значок. Экономика, ребята, экономику надо делать. Ну, давай, еще отдохнем. Тирин, тирин, тириририн. Что, попробуем? Пугаю. Во, пугаю. Насколько я помню, это пофиксили. Сейчас посмотрим на переплавку пугаю. Не, ни хера не пофиксили. Это я, знаешь, перепутал, а, знаешь, другое смотрел. Просто гребаная жесть. У нас уже шесть, десять отличной стали. Я его родственник. Так, двуручный меч. Кляну с Валерой. Сейчас мы такой меч сделаем. Вы охереете. Сами топы висущие. О! Ну, рубящий урон дает хороший. Надо на взмах еще смотреть обязательно. Скорость выпада. Рош! Плюс два. К кузнечному делу. И что у нас по баблу? Пятьдесят тысяч. Нормально. Ну, это, конечно, не сто тысяч, которые... Я не помню, как я тут меч делал. Но пятьдесят тысяч тоже нормально. Почему бы и нет? Полтинник тебе. Раз, и на матрас. Ну, нехорошечно ли? Так. Три отряда. Один вообще туда ушел. Надо будет их созвать сейчас. Давайте созовем их. О, почему этот... В настоящее время он сражается с врагом. Сражается с врагом. Ну, пусть они пока собирают войска. Пусть-пусть пока собирают. Прокачивают войска и все такое. Мы пока тут крафтим. Я давно уже ждал этот момент, когда я смогу наконец... Так, дворочный меч, походу, тот нехорошечный получился. Давайте вот этот создадим. Когда я смогу собирать отряды. Сорок девять, пятьдесят один. Сейчас посмотрим. Может быть, этот меч и я его заберу себе. Сорок девять. Скорость взмаха. Кстати, вот эта скорость больше дает. Мы можем несколько мечей сделать, да? Так, минус два, минус три. Мук. Стали не хватает. Один, два. Ну, так себе. 120, зато кузнечное дело мы врубили. Сейчас посмотрим, сколько они будут. Вот этим мечом я, походу, буду рубить всех нахер. Охер! 113, 113, 113 тысяч. Ук, мук, мык. Так, сейчас посмотрим, какой лучше. Так, у меня мук, да? Мук лучше, чем ук. Тык, обращение дает. 81. Ну, все. Все. Так, и... Ну, давайте сейчас лошади, наверное, закупим. Да, вьючный, шмючный, тудау, сюдау, анау-манау. Отлично. Вы заплатите 10 тысяч. Нет. Бро, я не заплачу 10 тысяч. Я лучше тебе полкиник отдам. Вот так вот. Так это не продаем, это не продаем. И надо еще... Так, зерно, шмирно, виноград, шминоград. Оливки, шмоливки. Вот это все надо выкупить. Чтобы наши кушали. И не тужили. Масло, шмасло. Так, шерсть тудау-сюдау. Все. У меня запись-то идет, охоте. Да, идет запись. Ой, как хорошечно идет запись. Вы верю, вы торглось не хватать денег? Да, нет, я не уверен, подожди. Есть что-то такое хорошее, чтобы за это ничего не было. Например, степной лук. Степной изогнутый лук. Тяжелый изогнутый лук. Скорость нарастаем с 8, точно с 91, 94. Давайте вот этот возьмем. А этот лук, южный лук племени, пока мы не будем трогать. Так, далее. Далее нам, по идее, щит уже не нужен. Нам щит не нужен, господа. Нам нужно стрелы. О, гарпуны, смотри. 287 тысяч. Я их... Почему они такие дорогие? Я, интересно, могу я их скрафтить? Надо будет потом посмотреть по крафту. О! Я еще возьму стрелы. Сложные бронебойные стрелы. Сложенные, вернее. Еще такие стрелы возьму. Вы получите 12 тысяч. Вот это другое дело. Вот это другое. Пока живем, пока живем. Ну, на сколько это хватит нам, я не знаю. Так, итог, что мы имеем? Мы имеем 145 влияния. Да. А также имеем... 84 бойцов. Кстати, по поводу бойцов. Надо будет улучшить отношения с местной знатей. Я не буду участвовать в этих... Ну, скажите, скажу. Короче, вы поняли, да? В чемпионате и все такое. Валера там жуличеством занимается. Видели, да? Оливки тут производятся у нас еще. Нанять войска. Вот с этим ЧПДЛ-ами надо будет хорошее отношение сделать. Отношение минус один. Видите, у нас у всех. Имперские войска. Так, замок. Оу! Это, походу, по нашу душу. Это, походу, по нашу душу. Может быть, мы ему меч подарим? И он прекратит против нас войну? Это, походу, по нашу душу. Вы посмотрите, ребята. Вы на них посмотрите. Курлык. Они, походу, к нам идут, чтобы замок забрать. Ждем в замке. Так, созываем бойцов. Они сейчас отграбят будут нашу деревню. Да, да. Так это убираем. Что, ребята, вы идете? Нет? Давайте быстрее. Валера! А, Валера сражается. Пошла мазута. Только, пожалуйста, смотрите, чтобы вас не перехватили. Так, эти идут. Так, Валера, все, отстражался. Валера, давай, присоединяйся. Ой, ёп... Понимаете, Валера, где ты там? Он, походу, деревню грабит. Отлично. Ну, давай, длинный нож, не тупи. Обойди их. Ой. Вот, сейчас пошло интереснее. Давай, отлично, отлично. Все, в замок. Отдохнуть здесь. Валера, твой... Ой, Валера, Валера. Так, у нас уже, смотрите. А, Валера медицину получил. Ну, уже можешь. А? А, его взяли в плен. Нормально. Он, походу, нарвался на этот. Ой, Валера, Валера... Подожди. Подожди. Сука, где логи? Валера попал в плен. Пленил его после боя. Так, я думал, я Валеру потерял. Не, Валера, да, он заключен. Все. Я думаю, его казнили. Ёптыть. Ну, нет. Так, они пошли на вторую деревню, да? Но мы их не осилим. Сукини, дети. Сукини, дети. Ну, Валера дает. Блин, шатнуть бы их, а? А как, не знаю. Так, давайте создадим еще один отряд. У нас же, да, до четырех отряда же можно, да? Так, Валера пока без отряда будет. Ты создавай. Так, где он там? А, ну, в принципе, он там безопасный. Сейчас он себе наберет бойцов. А мы, наверное, пока пойдем в замок, потому что меня... Я чувствую... О! Ни хера себе! Они как раз идут к нам. Тысяча пятьсот бойцов. Так, ну что, будем выплачивать. Будем мир заключать. Сейчас посмотрим. Возможно... Сколько тебе надо? Сталь вьючная туда-сюда. Не, подожди. Давай я тебе меч отдам. Дорогущий. Очень хоро... А, меч не получится. Почему? А, УК? УК-МУК-ТыК-ПЫК. Тык-ПЫК надо было все-таки... Ну, давайте, УК и Тык. Отдали меч. И вот это отдадим. И лук держи. Так, Тык. Не, лошади я не хочу отдавать. Честно, не хочу. На, держи мечи. Мы с собой сейчас договоримся. И лук возьми, пожалуйста. Пожалуйста. Возьми масло еще. Не хочешь? Так, возьми корову. Корову не хочешь, да? Сталь не хочешь? Может, деньгами все это дело закрепить еще? Да, деньгами закрепить можно, в принципе. Вот так. Во! А, не, ёптать. Ладно, еще раз. Не туда нажал. Так, корову возьми. Вот эту сталь возьми. Я ее сделаю. Масло не отдаем. Вот это. Во! Так, сталь... Нет, все. Вот. Отлично, я должен идти. Все, братан. Пожалуйста, будь так ласков. Отойди от моей деревни. Вот это просто прекрасно. Это просто невероятно. Хорошечно. Ну, что ж, господа. Губернаторская культура у нас, оказывается, не та, которая находится вот здесь, вот в этом поселении, в замке. Поэтому лояльность тоже падает. То есть, губернаторская культура минус один. То, что наша культура отличается от культуры данного замка минус три. И, правда, ярмарка дает разграбление дерев... Ну, разграбленные деревни тоже минус один дает текущая лояльность плюс два и восемь семь. Тенденция лояльности, вернее, да? А вообще лояльность у нас 32. Если будет лояльность минус... Ну, упадет до нуля, то будет, конечно же, восстание. Нужно заранее, заблаговременно все это дело обдумывать и все такое. Давайте посмотрим, у кого есть культура... Скажите, я скажу, да. У кого есть культура... Имперская культура. Так. Так, это где? Вот здесь вот кланы. Посмотрим. Аргунда странница. Вот я ее недавно за этот. Так, у нее получается происхождение странники. Культура Вландия. Нам нужна культура... Ну, вы поняли, чья я, да? Имперская. Это Тургия. Это Ботания. Пойдемте искать губернатора с идентичной культурой. И... Ну, здесь вот по-любому кто-то сидит и бухает. Ему делать нечего. Я пока распустил армию, пусть они там собирают. И все, ну, делают, что хотят. Пока у нас такой прям жестко, войны нет. Ну, рано или поздно, кто именно нам объявит войну. Поэтому нам нужно быть начеку. Направиться к таверне. Так, это у нас тип странник. Ревел. Культура здесь не показывается, да? Ну, начнем с этого чувака. Угу. Это Стургия. Хорошо. Далее. Хирург. Нам, конечно, управленец нужен. А, вот империя. Акарион его зовут. Он имперец. Нам бы, конечно, управленец бы не помешал. Это ботаниц, наверное, да? Да, ботания. Прям по роже вижу. А это имперская рожа. А, это тоже ботания. Но они все воины. Но это, скорее всего, вор. Ботания. Жестокий. Ну, давайте тогда с этого начнем. Хирург. Он милосердный. Все такое, тому подобное. Отношение минус один. Ну, держи. Посмотрим, что из тебя можно сделать. Либо кого можно сделать. Сейчас деревню... Деревню бы восстановить. Блин, вообще было бы прикольно. К сожалению, с деревней у нас очень большие проблемы. Оно уменьшилось. Там кто-то кого-то... А, наши, походу, грабят этих чуваков. Так, управление гарнизоном. Гарнизон у нас 63 человека. Угу. Управление замком. Айтин. Так, поставим хирурга. Правда, у нас отношение с ним плохое. Айтин. Так, эффекты губернатора. Два пассивного. Эффекты губернатора. Управление в поселениях увеличит набор ополченцев в день. Так, получен опыт для всех войск. Заработная плата гарнизона на 5% меньше. Блин, ну она... Сестренка наша-то хорошая... Хороший управленец. Видите, скорость роста деревенского процветания надо спать бонус морали от... разнообразной еды. Доход от пошлин. Ну давайте хирурга поставим. Лояльность, видите, начала увеличиваться. Можно, в принципе, его и прокачать. Этого хирурга. Вот его... Да, управление его прокачается, скорее всего, да. Ну, будем качать его управленческие дела. Нам, кстати, жениться пора уже, да? Надо же как-то плодить... Своих хитерят. Хитерят надо бы обязательно плодить. Да, и надо улучшать отношения с деревнями. Надо выполнять их поручения, чтобы процветание... Насколько я помню, процветание повышается, когда ты выполняешь... Их поручение, скорее всего, это так. Так, в отставке 0. Так, жилищ. И жилищ, ожидаемое изменение. Ополчение. Терин-тен-тен. Терин-тен-тен. Эть-ть-ть-ть-ть-ть. Ну ладно. Сейчас нам кто-нибудь войну обявит. Это будет очень хорошечно. Там кто-то деревни грабит жестко. Прямо наши ребятюли грабят деревни. Оливки, сыр, туда-сюда. А, ну деревня, кстати, вот это... Процветание, правда, 307. Ну, она уже потихонечку восстанавливается. Будем ее дальше восстанавливать. И будем патрулировать. Кстати, а как бы этот... Отправить своих пацанов, чтобы они там... Кого-то патрулировали, либо еще что-то. Это было бы интересно. Так, это наш клан. Поддержка. Туда-сюда. Нам надо еще клан какой-нибудь, да, создать. Мы можем покинуть? Что? А. Мы не можем покинуть свое государство. Да. Подарит. Подарить это поселение... К другому клану. Вашей фракции. Ммм. Ну да, у нас их кланов нет. Мы потом будем дарить другим кланам. Понятное дело, да? Мы можем, в принципе, себе все оставлять. Но, с другой стороны, когда ты дашь другие кланы, начинать за ним присматривать и просто тупо... Давать тебе хорошечные бабки за это дело. Кто-то харизму вкачал. Оборвание скачал. Валера, кстати, вернулся, нет? Снижение... Так, знатные... Шанс получить плюс два отношения с ними. Давай вот это вот, второе. Со знатными. Улучшай отношения, бро. Так, крестьяне сюда бегут. В лагетто. Продавать. Кстати, сколько нам приходят Зафиоды. Защитники туда-сюда. Так, гарнизон. Мне кажется, здесь, да? Вот здесь вот будет показывать. Вот с этого замка сколько у меня денег приходит? Безопасность, процветание. 947. Стены третьего уровня. Гарнизон, запас еды, ополчение. Блин, понять бы, сколько нам денег с него приходит. А, вот, взяться туда, да? Так. Замок Хертогия плюс 87. Ниден нам принес 23. Замок Хертогия... А, Хертогия это деревня. Замок Хертогия плюс 183 дают. Доход от мастерских 963. И пошла плата. Короче, замков не так уж много денег дают, поэтому можно начинать потихонечку делать голосование. Вообще, надо будет аккуратно посмотреть законы. То есть, вот эта политика. Там земельный налог, обесценивание валюты, клан правителя получает 100 динар в день за каждый город во фракции. Лояльность поселения уменьшается на день в день. Ну, вот так вот. Стоимость влияния на голосование, аннексия феода снижена на 50% для... клана правителя. Долг правителя. 5% налог на пошлины уплачиваются правшему клану. Более высокие торговые штрафы в городах. Процветание поселения снижается на день в день. Процветание не надо, чтобы она... Феода, принадлежащая клану правителя, получает плюс 1 на лояльность и процветание в день. Феода, принадлежащая кланам, не являющимся правителем, теряет 0,3 лояльность. Во! Город правителя. Кстати, вот, города правителя. Давайте посмотрим. У нас сейчас лояльность падает. Надо будет, кстати, вот это... Учитывать все эти законы, смотреть. Ну, видите, из бандита в короля, ёптать. Нормально. Замок такой, в шатали. Так, хирург, айтин, давай... О, айтин, давай ты будешь этот... Ладно, давайте сейчас посмотрим сначала управление замком. Лояльность у нас увеличивается. Запас еды тоже, и ополчение потихонечку увеличивается. У нас происходит строительство, и... Акарион, хирург, я надеюсь, он затащит каточку, да? То есть у нас лояльность сейчас плюс 2 в этом замке. Если мы примем этот закон, то, естественно, долг правителя, города правителя. Результат голосования фракции Курлык устанавливает новую политику, города правителя, разрешая правителю предоставлять особые привилегии городам. Это решение было принято, несмотря на возражение совета. Да, совета нет, но вы держитесь. Так, было плюс 2, и сейчас плюс 3. Вот так вот. Да, было плюс 2 же, да? Ну, сейчас лояльность фиода плюс 3. Нам надо собрать кого-нибудь. А где наши пацаны? Они грабят, смотрите. Они тут ходят, они грабят деревни. Полностью. Молодцы. В принципе, грабежи, это тоже хорошечно. Жульничество там везде, и все. И тому подобное. Так, главное, чтобы наш замок не осадили. Йентль самое главное. Да. Ну, пойдемте тоже грабить. Что теперь? Нам надо готовиться к большой войне. Я хочу лагета забрать. Вот отсюда все, начинать воевать. Нам надо еще... Так, они с кем воюют? Они сосираем воюют, да? Но видите, дипломатик, к сожалению, не так хорошо. Ну, в Mountain Blade всегда дипломатик хромал. То есть, ты не можешь заключать союзы. Возможно, есть моды на это дело, но модификации я не скачиваю. Принципиально, так как игра еще не вышла, дорогие друзья. Она еще не вышла. Так, что вы тут можете нам дать? Этих пацанов можете нам дать? Давай. Автобой. Минус 6. Ну, больше пацанов зато дадут. Мы же влияние получили. Отлично. Да, конница, конница нужна. Лучники нужны обязательно. И сколько вы нам дали, пацанов? Вы мне не всех дали, пацанов. Поэтому я начну делать, но беги на вас. Прям херачим всех полностью. Да, у меня очень плохие отношения со многими, к сожалению. А может быть, даже к всяким. Лордами, которых я грабил и все такое. Ну, так вот. Интересно, если мы потеряем последний замок, что будет? То есть, у нас фракция распустится, да? Или нет? Я до этого не доходил. Возможно, мы увидим в нашем прохождении, как это все происходит. Так, ну а пока мы грабим. Уменьшаем процветание у наших пацанов. Так, нам бы еще нанять кого-нибудь. О, кстати, да. Отряд. О, Валера! Валера пришел! Валера, давай, делай твой выход. Валера, он прокачан такой, тоже пацан. Возможно, за него мы будем когда-нибудь играть. Кстати, а мы можем выбрать наследника? Вот это я боялся. Отряды. Гарнизон. А наследника мы, походу, не сможем выбрать, да? Ладно, здесь мы не сможем. Ладно, во фракции. Кланы. Допустим, если Гриф умрет, кто будет его наследником? Брат Грифа. Может и так. Брат Грифа жесткий. Ранг клана, четвертый уровень. ОПГ. Политика. Может быть в политике? Право на выпас. Лояльность поселения увеличивается. Набор ополчения увеличен на это. О, право на выпас. Можно еще проголосовать, но нам надо за это, да? Законодатели. Я не знаю, где наследование выбирается. Но мы об этом как бы постараемся узнать. Так ладно, давайте грабим. Может быть, даже это еще не ввели. Потому что, ну, системы наследования по идее должна была. Я где-то читал, почтал. Но я давно почтал-то не читал. Так, грабим, грабим. Короче, вот так вот истощаем наших врагов. Нам бы еще найти наебников, пригласить к нам другие кланы. Это было бы очень хорошо. Ну-ка, давай вот этого посмотрим. Он тоже грабит. Помочь атакующим. Давай поможем атакующим. Оу, кто там нам? А, империя. Империя объявила нам войну. Рогела, или как ее там? Шмарела. Так, созываем бойцов. Терин, 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 О, нифига, они объявили, сразу осадили. Нормально. Лидерство. Валера. Давай быстрее. Гриф получил уровень. Блин, мы сейчас потеряем, походу, свой замок. Зря я далеко так ушел. Так, что мы качаем? Кузнец, кузнеца пока не будем качать. Нам надо лидерство качать. Дальше. Надо качать лидерство. Я его родственник. Сколько там бойцов, интересно? 500 с чем-то. А, они уже штурмуют нас. Я не знаю, мы не успели. Так, мы потеряли замок. Да, это кузаитый. О, да. Мы его вернем. Так, мы потеряли замок, но зато все, то есть, фракция, как бы, организованность у нас осталась. Хорошо, хорошо. Вот, с этого момента и мы начнем. В принципе, потеря замка не так уж прям плоха. Ребят, не переживайте. Так, плюс один. Нам надо, походу, еще заходить в деревню, чтобы эти нанимали автоматически. Да? Ага. Ничего страшного, потеря замка, блин, вот, конечно, не добежали мы, не добежали. Так, давайте, давайте, ребята, быстрее, быстрее, быстрее. Ко мне, ко мне, отлично. Ой, как хорошо. 366. 366. Это кузаитый. И нам еще обвила войну кто? А, вот эти, ребята? Да ладно. Что, будем кочевать в их сторону? Ну, что ж, можно, в принципе, вернуть замок. Кстати, там у нас никто не погиб. Сейчас будет битва жесткая. Так, ботаницев берем с собой. У нас по еде все прекрасно, только вот по баблу очень все плохо. Так, эти за нами идут. Вы не догоните меня. Нельзя минус 17 пленных. Жульничество. Ну, что, будем бабки зарабатывать на грабежах. потому что у нас с деньгами очень плохо. Так, да, и нельзя забывать о вот этой шняге. О сплоченности. Не-не-не. Ой, ёпта. чуть-чуть не распустила армию. Чуть-чуть не распустила Так, эту деревню ограбить не буду. Пойдемте к ним. К ним пойдемте, ребята. Хотя, блин, они так далеко. Мне не в прикол к ним идти, если честно. Мне лучше вот эти опустошать. Или пойдемте осаждать обратно. О, Валера, твой выход! Давай, пошел, Валера. Где-то там вот это красотелло просто. Одноручная тактика, шмактика, тудау, сюдау, лидерство, шмидерство, управление, шмуправление. Да, вот так вот сделаем. Езда. Оп, спокойно. Ребят, вы меня не догоните. Вот прям вот старайся, перестарайся. Вы меня не догоните. Вы, вам проще распуститься, нежели меня догнать. Деньги, деньги приходят. Подожди, у нас пленные, да, могут к нам присоединиться некоторые. О, ботаниец. Давай. Можно, в принципе, пленных не продавать. Пленных не продавать. Ори, мосеток, поросенок. Уже 400 почти бойцов у нас. Нормально. Нормально. очень даже нормально. Так, а что у нас по отрядам? Да, нормально. О, подожди, у меня же было, а, 200, я думал, 102. Уже 210 бойцов я могу иметь одновременно. Ну, пойдемте. Нанимать и грабить. я пойду наверно к этим мы сейчас присмотрим себя там какой-нибудь замок, ребята, вот здесь вот, либо город. Город будет вообще нормально. у этих ребят. У Вландии. Так, там за мной никто не идет? Не идет. Войны, походу, вот так вот, знаете, на шару объявляется, то здесь нет никакого логического, как сказать, хотя, может быть, логика есть, потому что мы слабые. У нас всего лишь 400 бойцов. Все. Больше ничего. Ну, мы хорошо, что успели. Успели создать королевство и это нам дает больше и больше. Так, замок. Замок, может быть, саргот захватим, а? Они с кем воюют вообще? Ну-ка. С ботанией они воюют. Или можно, в принципе, их пока подшатать. вот здесь 500. Ой-ой-ой, как они меня догоняют. Ну как, у них скорость больше, чем моя. Так. Слушай, а ботанские пацаны хорошие, мне нравятся. Догнать. Иди сюда. А ты что улыбаешься? Ты же меня ненавидишь. Сдавай, извини, умней. Ну-ка, автобой, сколько нам? Минус 6, в принципе, нормально. Иди сюда. Так, мародер, пленные. Пленных, конечно, никуда не денешь. ну, ну, нормально. Автобой, автобой. Так, что тут производит? Процветание 306. Оливки. О, мне как раз оливки нужны. Гриф получает лидерство. Сейчас прокачка лидерства прям нереально хороша. Принудить. Атаковать. Ребят, вы что делаете? Давайте, быстро, быстро. Так, 306, да, сколько вы нам дадите сейчас пацанов? Хороших, да, эти? Бомжей дали. Бомжей вландийцев. Сколько здесь? 306, да, процветание, ополчение 0. Набег пошел. Интересно, когда у нас больше войск, у нас набег происходит быстрее? Сейчас посмотрим. Зачищаем. Оливки, шмаливки. О, ЧПДЛ идут к нам. А мы, наверное, успеем, да? Да, они идут к нам, ребята. Успеем, не успеем, как вы думаете? А, не, они не идут к нам. Они идут вообще куда-то. А, они идут отбивать свой замок. 306 было, сейчас 226. Нормально. дезорганизация, да, у нас сейчас происходит. Да, дезорганизован почти один. Опа! Иди сюда, мой родной. Блин, мы его не догоним. Лучники. Бомжи есть какие-то? Вот эти бомжи. Надо его прижать. Тихо. Отлично. Тихо, тихо, тихо. ускользнул, зараза. Сукин сын. А мы сейчас полюс его догоним. Большой армии, конечно, догонять очень сложно. 3,1, а у нас 2,1. Скорость. Ха-ха-ха-ха-ха. Тырин-тын-тын. Ладно, пойдем вот это. Вот здесь процветание 355. А что неправедлено? Лен производят. Там что? 200. Оливки. Там. Оливка. А где лошади, кстати? Где-то здесь лошади были. Это коровы. Оливки. Оливки. Виноград. Рыба. Овца. Зерно. Виноград. Потеряли мы, потеряли. Отлично. Лидерство. 60 мы вкачали. Подожди, а у нас следующий уровень когда? А, 75. Это получают органы власти. Гранизант города на 20 эффективнее для безопасности. Длительность уменьшена на 20%. Либо лояльность города в день. Войска в вашем построении вызывают на 10% больше морального штрафа, когда убивают врага. Вот это второе, наверное, сделаем, да? Начинаем шатать. Надо ослабить врага. Грабежами своими, да? Почему бы и нет? Эх, сейчас награбленное приведем домой. Привезем, вернее. Так, 200, 150 почти. О, что, пойдемте поможем? Пойдемте поможем. Поможем ребятам. Ботаница. Ботаница, держитесь, держитесь. Вот это будет битва. кавалерия, погнали, ящида. Я думаю, мы должны заточить эту катку. Вот это гребанно, вот это меч. Ух, ащида, на сука. Ну, этот меч на крайняк мы его кадаем по этому, да? Так, кавалерия, за мной давайте пошли. Наши пацаны ждут наших приказов. Рош. Так, конь за мной. Конь за мной, пошла. Ух, сколько урона он нанес. Рош. Римос, ты ни в одного не попал. Да что ты будешь дел? Блин, размах жесткий. Я не в одного не попал, да ладно. Дайте хотя бы в одного попасть, пожалуйста. Попал. Меч надо длиннее найти, да? Рош. Мы выигрываем, ребят. Наконец-то. меч какой-то. Он очень медленный. Это невыгодный меч. Не, ребята, меч надо продавать. Он дорогущий, но он бесполезный. Или может быть я им не умею. Римос, ты просто играть не умеешь. Там конный лучник, да? на конец снять. Я генерала вырубил. хе-хе-хе-хе-хе-хе. Сбежали. Сбежали, пацаны. Так, мы, наверное, отношения улучили, да? С этими ребятами, да? Ух, сколько бойцов, посмотри. надо копьё качать. кажется, копьём будет намного лучше. На перевес там раз и пошёл. Молодцы. Руаш. Минус один. Дерт отправляется виной мир. Мы получили 2,5 влияния ещё получили ещё. Известность мало, конечно, но гриф потерял всего лишь два человека. А там ещё у нас другие армии, да, есть. Кох, ваша помощь была долгожданная, незнакомец. Меня зовут туда. Могу я знать ваше имя? Я Гриф. Уйди. Входи. Рад встрече, Гриф. Я у вас в долгу за то, что вы только что сделали. Надеюсь, когда-нибудь я найду способ отплатить вам. Пожалуйста, войну не объявляй. Пожалуйста, хорошо. Идущий Моталь. Ууу. Эти пацаны нам нужны. Так, у нас походу сейчас аа, как во. Много пленных стало, да? А, нет, в принципе, нормально. Так, нанимаем пленных всех. Ну, хорошечно ли? Курлык! Вот тебя и курлык. Догнать! Я чик рыжий. О, поможем этим? Нет, этим помогать не будем. Они уже обречены. Тэнь, 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 тэнь. Оооо. Ботанийская музыка пошла. Так, нам нас получен нас добавит. кур-кур-кур-кур-кур-кур-лык. Кур-кур-кур-кур-лык. Хорошечно. Так, нас догоняет там, да? 412. Без замка, без города, ремесионок ходит, бродит. Ммм, подожди. Это не надо так делать. Блин, с пленами, конечно, передвижение, но очень нудное, поэтому давайте лучше продадим этих пленных. И наймем войска. Ооо, войска нету. Могли бы давать, чтобы пассивный прирост войск, чтобы у тебя было. О, это было бы намного лучше. Кстати, я бы не отказался от пятого ранга клана. Мы смогли бы еще один отряд нанять. И у нас было бы очень много бойцов. Надо будет распустить своих бойцов, чтобы они ходили бродили. Наверное, так, да. Хотя, с другой стороны, тоже распускать... Не, можно, принципе, распустить. Пусть они ходят, бродят, качаются. Валера нанял. Валера, твой... Они, в принципе, так могут нанимать. Мне самому надо ходить по деревням, да? Пища у нас хорошая. Пищи у нас полно. Вот, видите, Валера нанимает один отряд. Он то есть по одному отряду нанимает, давая возможность, чтобы я тоже нанимал. Этот чувак нанял всех чуваков. Валера, твой выход. Так, что у нас тут? Сейчас, пойдем грабить дальше. Мы никуда не уходим, ребята. О, обнаружение. Мунсир оба... О, я не знал, что ты тут. Я чисто случайно тебе нашел. иди сюда. Мы просто этими движениями лидерство качаем, господа. Смотрите, вот у нас лидерство сейчас прям пошло вверх. 62 837. Сейчас зайдем до этой деревни. Вот, 62 837. 62 837. О, здесь никого нет. Валера опять нанял отряд. 62 837. Угу. 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 62 2117. Пожалуйста. Так, а я могу как-то с Валерой поговорить, дать ему что-то... А, подожди, мы можем, кстати, да. Мы же в одном этом... Ёптать. Да, мы можем, видите, Валера тут... А, не, не можем. Эти только здесь с нами. О, интересно. Подожди, я ему его могу как-нибудь этот... вот, мы на рынке. Не, нельзя. А передать как-нибудь что-нибудь такое интересно. Тоже не можем, да? так, я хотел отмечать, избавиться. А, здесь денег мало. Меч стоит 113 тысяч. Пластите меня на минуточку. Ну, нормально, ладно. нам надо своих бойцов одевать еще. Блин, а как с Валерой поговорить? Подожди. Вот, я нажимаю валит, поговорить с лидером отряда. Показать в энциклопедии. Поговорить с лидером отряда. Допустим. Обсудить. У меня есть быстрый вопрос. Осмотреть войска. Инвентарь не могу. А, у меня есть предложение. А, я с ним могу торговать. у него 5321, а у меня 2994. О, подожди, я думал это казна. У нас общая казна, оказывается, нифига. Валер, это вот такой у нас. Молодчина. Давай я тебе верховую лошадь подарю. Что ты мне взамен дает даже? Не хочешь ничего взамен, да? но деньгами мы не можем обмениваться, как вы видите, да? Дипломатия, другое. Верховая лошадь. Предложение передает. Что, уж хорошо, говорит. Но роль не важно. Я хочу его переодеть. Как это сделать? Может быть, с клана распустить? Ладно, Валер, давай, иди пока курлык. ОПК курлык. Нет, не надо. Давайте всех собираем в одну кучу. Блин, как хорошо, что здесь организованность. Насрать на то, что мы потеряли замок. Нише страшно, у нас вся карта впереди. идти, колотить. Нам надо бабу найти, кстати. О, давайте бабу найдем. Вот, кто такой, это баба? И, кто-то? О, у тебя есть рот с ней? О, это баба. 32 года. Но она замужем, да? Ах, один, два, три, четыре, пять. А, это брат, ни хера у тебя мамаша. Так, у нее брат, отец туда-сюда. А, в браке с этим чуваком. Понятно. А это кто? Это ее враги. Нам надо найти нормальную телку, пообщаться. Так, друзья, у тебя есть какие-то подружки хорошие? Ну, обычно, как смотришь, там, подруги. Руки. Ой, ты, жестко. не, не, что-то этот, не тот возраст. А, 53 года. Так, Василия. Василия, здравствуйте. О, Василия, ребята. Она тоже жестокая. А, я люблю жестоких. Василия, ты где есть? Ну-ка, давай ее в этот, подпишемся на ее страницу. На ее страницу подписались, ребята. Подмигнули ее, ептать. Так, лайк поставили. Так, Василия попала в плен. Она была вот здесь. Василия. Тебе нравятся южные ребята? Она на юге, короче. Вон там, ой, ее искать. Ну, я пол карты, я всю карту пройду, ради того, чтобы ее найти. Поехали, всей армией, ептать. Василию искать. Эх, рассраться на матрас. Молодая, горячая, хорошечная. Идущий моталь просто. Ладно, ребята, это была очередная серия. Пишите комментушки. Ничего страшного, мы еще позахватываем. Туда мы хорошо, что успели создать фракцию. Все, главное фракцию создать, пусть забирает все города. Мы сейчас прокачаем кланы на этих набегах и все такое. И посмотрим, посмотрим, чем можно заняться в следующих сериях. Самое интересное, мне кажется, еще впереди. Всем пока, до скорой встречи. Дучи моталь. Этих надо, этим надо лошади дать. Хотя они, кстати, прокачивают атлетику так, бегают. Лучше мне кажется лошади. Намного будет крыся, а то так бегают, прыгают, тептать. Хер поймешь. Всем удачи, до скорой встречи.